На берегу Финского залива, неподалеку от Шепелевского маяка, можно увидеть необычные конструкции над водой. Кажется, что это мост, но в действительности нет. На окончании Мола к нехты. Это пристань. Пристань для подводных лодок. В 1938 году в СССР в одной из шарашек началась разработка малой экспериментальной подводной лодки с энергетической установкой, работающей по замкнутому циклу. Это было новое слово в строительстве подводных кораблей. Дизельные лодки привязаны к воздуху и идти могут либо с выведенным наверх шноркелем, либо в подводном положении на аккумуляторах. А тут кислород должен был использоваться для окисления топлива, а твердый поглотитель – для удаления углекислого газа. Эта схема получила название «Единый двигатель». На основе этих разработок уже после Великой Отечественной войны разработали проект 615. Главным конструктором был Абрам Самуилович Кассациер. Лодочка получилась маленькая, легкая, 56 метров в длину, осадка 3 метра. Погружалась всего на 100 метров и имела на борту всего 4 торпеды в 4 торпедных аппаратах. Предназначалась для охраны портов военно-морских баз операцией в Шхерах. Была у нее и еще одна особенность. При небольшом демонтаже лодку можно было возить на железнодорожной платформе и перебрасывать быстро туда, где ее появление могло бы стать полным сюрпризом. Для автономного плавания в каждую лодочку нужно было загрузить 14 тонн звездкового поглотителя и 8,5 тонн жидкого кислорода. Первая лодка сошла со стапелей в августе 1950 года. Общее название проекта А-615. Всего до 1959 года было выпущено 29 лодок. В августе 1956 года на Балтийском море произошла первая катастрофа с одной из лодок. Пожар в одном из отсеков. Погибли люди. В 1957 году ситуация повторилась. Погибло более 30 человек. Известно также еще об одной катастрофе подводной лодки проекта А-615 на Черном море. В народе лодки стали пользоваться недоброй славой. Их окрестили зажигалками. Условия службы на этой маленькой опасной лодке были очень сложными. Мало того, что в любой момент мог произойти взрыв, так еще и существовала опасность отравления образовывавшимся в ходе работы двигателя газами. А жизненного пространства было ничтожно мало. Капитанская каюта размером с бельевой шкаф, откидные койки в два этажа для офицеров. А матросы спали где придется. Эксплуатация лодок продлилась недолго. Они получились шумные. Гидроакустики переставали слышать море, когда дизеля были даже на неполном ходу. Вскоре их сменили атомные субмарины. Для заправки лодок была выстроена отдельная база. С одной стороны, процесс заправки лодки был очень непростым и отличался оригинальностью. Был не похож на другие. Твердый наполнитель в прототип вообще загружали ведрами. А в 615 проекте уже загружали специальным шлангом. От него остался желоб. Далее отдельно загружался дизель и жидкий кислород. Кстати, жидкий кислород обладает исключительной испаряемостью. И в ходе его хранения терялось до 95%. Хранение было опасным. Поэтому выбрали место подальше от Кронштадта. В бухте Батарейная на южном берегу Финского залива. Сейчас главной ее достопримечательностью является мол. Бухта была мелкой и для подхода лодки пришлось тянуть фактически мостовую постройку с фермами почти на 300 метров. На берегу в заброшенном состоянии насосные станции, хранилище топлива, а также заросшая платформа железной дороги, протянутой сюда от Краснофлотска. Есть руины казарм, вышки охраны и даже убежище личного состава. Сейчас место стало популярным у туристов. Все, что можно было спилить металлического, уже спилено. Разобрана даже часть старинной мощной дороги. Уныние, запустение, мусор. Жаль, что мы забыли историю и элементарные правила поведения на природе. В рамках проекта «Тропа южного берега» археологический клуб планирует провести волонтерскую уборку на заброшенной базе в Шепелево.